Российских фигуристов лишили квот на чемпионат мира, чем это чревато для фигурного катания. Чтобы оправиться от потери, российским спортсменам может понадобиться несколько лет. Этери Тутберидзе выступила со смелым заявлением, тренер выразила мнение, что рейтинги не должны обновляться, а титулы разыгрываться в отсутствие россиян. В Международном союзе конькобежцев достаточно оперативно отреагировали на инициативу Этери Георгиевны. Только не словом, а делом. Организация опубликовала количество квот по странам на чемпионат мира, 2023. И у сборной России там ни одной. И у взрослых, и у юниоров. Когда наши фигуристы вернутся на мировую арену, им фактически придется начинать с нуля. Чтобы оправиться от потери, им может понадобиться несколько лет. Почему Россия потеряла квоты на чемпионат мира, но сохранила на чемпионат Европы? На чемпионате мира, 2021 наши фигуристы совершили настоящий прорыв. Впервые за 17 лет добились максимального представительства на следующем чемпионате мира и впервые в истории, на Олимпиаде. Однако теперь кажется, что это было в другой жизни. В одночасье наши спортсмены превратились из триумфаторов в изгоев. Долгожданными путевками удалось воспользоваться на играх в Пекине, но до чемпионата мира наши фигуристы так и не доехали. Из-за отстранения от международных турниров наши спортсмены потеряли все свои квоты и теперь будут вынуждены начинать с нуля. ИСУ опубликовал список стран и количество их путевок на следующие чемпионаты мира. Взрослый и юниорский. И России в нем не оказалось. К слову, на чемпионат Европы заслуженные квоты нам сохранили. Почему на одном турнире у нас будет полное представительство, а на другом – нет. Все просто. Россияне успели выступить на чемпионате Европы, 2022, где заслужили путевки на следующий турнир. На чемпионат мира, 2022 наши спортсмены не попали и, следовательно, не имели возможности защитить квоты, добытые в прошлом году тяжелым трудом. То, что на турнире россияне отсутствовали не по своей воле, никого не волнует. Никаких поблажек, все придется начинать с нуля. Когда наши спортсмены будут допущены до международных стартов, в каждом виде на чемпионате мира сможет выступить только один фигурист или одна пара. Хотя в нашей федерации обещают бороться за возвращение квот, как утверждает почетный вице-президент ИСУ Александр Лакерник. Все эти решения направлены на то, чтобы притеснить российских фигуристов. В целом российские эксперты такому развитию событий не удивились. Позитивного исхода в этом деле никто не ждал, так что морально все были готовы. Да и пока наши спортсмены не допущены до международных стартов, количество квот не имеет большого значения. Я вообще удивляюсь, что какое-то слово квоту существует применительно к нашей стране. Слышу квоты на английском языке, уже становится теплее. Глядишь, когда-нибудь какие-нибудь квоты сыграют какую-то роль. Пока все квоты у нас сводятся к внутреннему чемпионату и ничем другим пока не пахнет. Я по жизни оптимист, но в этой ситуации никакие квоты не надо обсуждать, сказал Александр Жулин. Это понятно, потому что наши спортсмены не выступали на чемпионате мира, ничего нового. Это следование букве закона, мы все понимали, что так и будет, сообщила Наталья Бестемьянова. Я думаю, что это неправильное решение, несправедливое. Очень обидно. Все эти решения направлены на то, чтобы притеснить российских фигуристов. Когда ситуация изменится, мы заново будем добывать квоты, но будет очень трудно. Надо быть на голову сильнее, а это не всегда удается, сообщила Татьяна Мишина. В теории можно было бы взять итоги чемпионата мира, 2021, но это тоже не совсем правильно. В таком случае претензии возникнут у других стран, которые катались на последнем чемпионате мира и имеют основания для своих квот. Россия в сложившейся ситуации, пострадавшая сторона, но кого это волнует? Никого, кроме нас самих. А спорить такое решение крайне сложно, поскольку оно было принято многими иностранными федерациями, которые, мягко говоря, относятся к нам не слишком дружелюбно. А еще больше они не любят наша победа. На Россию наплевали перед последним чемпионатом мира, а теперь исходят из того, что имеют. Если даже мы попробуем обратиться в суд, возмутятся представители других стран, и их голоса будут звучать куда громче, сказала Ирина Роднина. Чем чревата потеря квот для российских фигуристов? Несмотря на то, что решение ИСУ ожидаемое, менее болезненным оно от этого не становится. Мало того, что наших спортсменов и так отстранили от международных соревнований, так теперь, когда они вернутся, не смогут выступить полным составом. Нам-то трех квот на один вид никогда не хватало, а теперь будет и вовсе одна, это настоящая катастрофа. И если в женском и парном катании вернуть максимальную путевку можно будет в один присест, то танцорам это сделать будет проблематично, а парням и вовсе почти нереально. Как вообще зарабатываются квоты? Схема замысловатая. В случае участия одного спортсмена от страны он должен занять место в топ-2 для получения трех квот или место в топ-10 для получения двух квот. В случае участия двух спортсменов от страны сумма их мест должна быть 13 или меньше для получения трех квот, или меньше или равна 28 для получения двух квот. В случае участия трех спортсменов от страны суммы их двух лучших мест должна быть 13 или меньше для получения трех квот, или меньше или равна 28 для получения двух квот. Российские фигуристки и спортивные пары с легкостью могут вернуть максимальное представительство с первого раза, конкуренции в этих дисциплинах практически нет. В танцах на льду у нас все запутано. Лидеры сборной Виктория Синицына и Никита Кацалапов могут завершить карьеру, а остальные дуэты еще не заработали должный авторитет у судей, чтобы сходу залетать в топ-2. Так что в этой дисциплине для возвращения трех квот нам может понадобиться от одного года до трех лет. Мужчинам будет сложнее всего. Вернуть максимальное представительство с первого раза наверняка не получится, и когда это удастся, предсказать сложно. Процесс возвращения всех 12 квот может затянуться на несколько лет. А там не за горами Олимпиада в Милане, к которой нужно быть во всеоружии. Потери квот, которая на фоне остальных проблем российских атлетов смотрится не так страшно, способны сильно усложнить жизнь нашим фигуристам. Так что хочется верить, что в случае возвращения россиян на международную арену, нашей федерации удастся договориться с ИСУ и восстановить справедливость. Все-таки квоты наши фигуристы потеряли не по своей вине. Субтитры создавал DimaTorzok